Приз за лучший вопрос Василию Васильевичу. Там у нас сувенирная небольшая продукция. Друзья, партнер у нас банк Центр Инвес, так что вы еще ее оплатили, получается. Ну что, мы продолжаем наше выступление. И сейчас я с огромным довольствием хочу пригласить Дарью Рошаль, ассистента физического факультета ЮФУ. И, друзья, с темой выступления довольно-таки вот интересный. Держите микрофончик. Тема выступления Дарьи – клеточная топология. Встречаем. Здравствуйте, уважаемые присутствующие. Меня зовут Рошаль Дарья. Я являюсь ассистентом физического факультета ЮФУ, а также я являюсь руководителем Гранта РНФ, посвященного сравнительной топологии ракового и здорового эпителия. Моя научная работа посвящена исследованию расположения частиц на неплоских поверхностях. Посвящена проблемам упаковки, в которых я и хотела сегодня начать. Позвольте мне вернуться в мои счастливые студенческие годы и вспомнить о тех проблемах, которыми сталкивается студентка, учащаясь на физфаке. В рамках, когда я была молодой, красивой, на физфаке и мехмате был такой анекдот. У каждой приличной девушки в сумочку должно помещаться три томика фехтингольца. Скажите, пожалуйста, кто из вас знает, кто такой фехтингольц? Поднимите руки, пожалуйста. Ой, как мало здесь математиков. Ой, сколько социологов притащили мои коллеги, уважаемые. Ой, я вас обожаю. Фехтингольц – это учебник мотоанализа. Если кто вдруг из школьников не знает, именно из-за мотоанализа отчисляют большинство людей на мехмате и на физфаке. Вот. А к третьему курсу проблема выходит на новый уровень. Теперь приличной девушке в сумочке нужно иметь 10 томиков ландавшица. Вот. Ну, такие ситуации порождают много стресса. А что делают девушки, когда стресс набирает все новые и новые обороты? Они начинают его заедать. И возникает новая проблема. Проблема упаковки в старую одежку. Тоже очень проблема большая. Ну и, разумеется, когда мы говорим о проблемах упаковки, нельзя вспомнить о мемах с котиками. Вы, наверное, ожидаете, что сейчас тут появится мем, где котик помещается в коробку или в кувшин. Но нет. Здесь кот мало того, что помещается в холодильник, так он, судя по всему, упаковал в себя еще и дыню. Однако сегодня мы не будем говорить о том, сколько мышек помещается в желудок у кота. Мы с вами попытаемся поговорить о других проблемах упаковки. Начнем, пожалуй, мы с плотных упаковок на плоскость. Рассмотрим наших мышек. Пользуемся любимым математическим приближением. Посчитаем, что мышка — это сфера. И будем считать, сколько же у нас мышек можно упаковать на плоскости. Ребята помладше, скажите, пожалуйста, вот вы знаете, какая самая плотная упаковка одинаковых частиц на плоской поверхности? Ну, тут, конечно, подсказывают коллеги, притом неправильно подсказывают, как всегда, из вредности. Наиболее плотной упаковкой на плоской поверхности является упаковка сотовая, та, которую нам подсказывают из природы пчелы. В ней каждый структурный элемент имеет шесть соседей. Чем хороши плотные упаковки? Плотные упаковки хороши тем, что, во-первых, в них больше влезает, как вы могли видеть на предыдущем слайде. А кроме того, в плотной упаковке отличаются хорошими механическими свойствами. Если в материале нет дефектов, то он обладает хорошими электрическими свойствами, что важно для применения. А если случается дефект в каких-то биологических материалах, таких, как, например, вирусы, то вирус уже не может заражать человека. Любое нарушение самосборки в структуре оболочки вируса приводит к тому, что вирус уже не способен размножаться и не способен заражать нас в плане. Итак, мы плавно переходим к плотным упаковкам на изогнутых поверхностях. Там тоже наблюдается гексональный порядок. Однако в нем возникают еще дефекты. А что же такое? Что же за такие дефекты в нем возникают? Плохо это или хорошо? Давайте с вами рассмотрим подробнее. А что же мы можем называть топологическим дефектом? Вот нам нужно взять плоский порядок и каким-то образом обернуть его вокруг неплотной поверхности. Вокруг неплоской поверхности. Давайте возьмем с вами яблоко. И попробуем вокруг этого яблока обернуть обычный лист бумаги. Спасибо. Это очередная проблема упаковки. Мы пробуем обернуть. И что же мы получаем? Мы получаем, что на поверхности бумаги образуются складки, неровности и так называемые выточки. А что же будет, если нам нужно не просто лист бумаги завернуть, а завернуть нечто более сложное? Например, если нам нужно обернуть в ткань живого человека и, допустим, сделать юбку-карандаш, нам нужно из плоского листа бумаги сделать выточки, так называемые, чтобы юбка, допустим, хорошо сидела на тазе. Вот. Все хорошо, если у нас ткань однотонная. У нас мы не заметим никаких выточек. А если вдруг у нас ткань имеет рисунок или имеет сотовую поверхность, то, к сожалению, просто так сделать выточки нам не удастся. Нам нужно обязательно, чтобы совместилось два кусочка ткани на разных сторонах выточки. И для этого нам нужно вырезать только такой угол из ткани или из нашего материала, который у нас уже содержится в ткани. Если мы говорим о сотовой решетке, то нам нужно обязательно вырезать угол в 60 градусов. И в таком случае мы получим простейший топологический дефект. Вот на слайде представлен топологический дефект с зарядом плюс один в обычный пятиугольник. Это частица, имеющая на один меньшее число соседей, чем все остальные материалы. Ну, как любят математики, у задачи всегда есть и обратная задача. Если мы можем вырезать из некоторого материала сектор 60 градусов, то мы можем и вставить в него сектор 60 градусов. В таком случае мы получим тоже топологический дефект, но уже с топологическим зарядом минус один. Ну, как всегда в нашей жизни плюсы и минусы притягиваются, поэтому топологические заряды стремятся расположиться рядом друг с другом. Давайте теперь поможем Даше найти топологические дефекты в разных материалах. Вот на слайде представлен вирус. Хапсид вируса. Где в нем находятся топологические дефекты? Топологические дефекты находятся в нем вот совсем здесь рядышком. Вот красным выделены частицы, имеющие пять соседей. Аналогичным образом дефекты можно и найти и в других биологических объектах. Это клетки на поверхности эпителия икринок мелких морских организмов ацидий. Там легко можно найти клетки, которые имеют пять соседей и семь соседей. Также интересно отметить, что такие топологические дефекты возникают не только на поверхности с какой-то топологией искривленной. Также они могут возникать и на плоскость. Если у нас наши структурные элементы имеют разный размер, как, например, клетки выпитые. И таким образом мы переходим к проблеме, собственно говоря, характеризации упаковки клеток в эпителии и связанной с ним проблеме различия ракового эпителия и нормального эпителия. Ну, остался последний слайд, на котором будет еще немножко математики. Я хочу вам рассказать, как именно мы анализируем эпителии. Значит, прежде всего берется некоторый срез ткани, в котором есть клетки, подкрашиваются ядра клеток так, чтобы они становились голубого цвета. И далее мы можем анализировать уже микрофотографии этого эпителия. К сожалению, недалеко не всегда на микрофотографиях видны границы клеток. Однако всегда хорошо можно заметить ядра клеток. Используя данные о положении ядер клеток, полученные с помощью распознавания изображений, мы можем соединить ближайшие соседи, ближайшие ядра, и посчитать, сколько же соседей имеют уже ядра. Если мы это сделаем для ракового и здорового эпителия, мы можем найти, сколько соседей есть у каждого клета. Эти результаты представлены вот на этой диаграмме. И на этой диаграмме отлично видно, насколько отличаются раковые и здоровые эпителии. Результаты моего исследования могут быть полезны для характеризации здорового. Характеризации эпителии является он раковым и здоровым. Также я хочу поблагодарить своих коллег. Это французский биолог Стефан Багдиян с командой, которая предоставила нам изображение. А также мои студенты, которые занимаются у меня научной работой. И, разумеется, мой научный руководитель, уже известный вам в этой фамилии. Спасибо всем за внимание. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо.